Неделю назад жители деревни Оса забили тревогу. На побережье Братского моря находился, по их словам, раненый лебедь. Сотрудниками зоогалереи было решено самостоятельно экстренно перевозить птицу. Позже выяснилось, это тундровый лебедь. И данный вид является очень редким. Птице около трех с половиной лет. Но весит он для своего возраста очень мало – меньше четырех килограммов. Ветеринары предполагают, что он просто не набрал нужную массу для того, чтобы перелететь. Ведь травм и переломов у него нет. На территории Иркутского области они занесены в Красную книгу. То есть у нас было замечено, что они гнездятся на севере области и потом перелетают в сторону Китая или Японии. То есть так их вообще увидеть очень сложно. Потому что выбирают они места, удаленные от людей для гнездования. И после гнездования они пролетом покидают Иркутскую область и уже направляются на место зимовки. Сейчас лебедь чувствует себя хорошо. Питается пекинской капустой, пророщенной пшеницей и белковыми составляющими. Набрал уже 800 граммов к собственному весу. Эту позитивную тенденцию отмечают специалисты зоогалереи. Перезимует он у нас, так как уже сам он улететь, конечно, никуда не сможет. И когда наступят благоприятные погодные условия, его выпустят в дикую природу, для того, чтобы он там продолжал, так скажем, свою лебединую жизнь. Содержать такую редкую птицу дорого. Только на корм уходит большая часть средств. Состав питания входит в том числе и премиальный кошачий корм. Так что после изоляционного периода посетители могут не только прийти полюбоваться на редкого пернатого, но и помочь зоогалереи прокормить лебедя и других обитателей. Любовь Грудинина, Сергей Коваленков, АС-ТВ.